Этап сражения с дочерьми Орикса проходит в финальном зале рейда, в котором дальше мы будем биться с самим Ориксом. Также на этапе вводятся механики, которые будут использоваться на ласте, поэтому будьте внимательны и хорошо запоминайте пространство и, собственно, сами механизмы этапа. Итак, сёстры стоят с двух сторон зала на возвышенностях под защитным куполом. Также по периметру зала расположены четыре кнопки, они играют ключевую роль в механике этапа. Назовём их дальние и ближние, правые и левые. Когда начнётся бой, убейте рыцаря Улья, который случайным образом появляется на одной из четырёх плит. Когда он будет убит, один случайный игрок станет одержимым, ну или, иначе говоря, невидимым. Такой невидимый игрок должен будет запрыгнуть на платформу, на которой появлялся рыцарь. Вместе с ним на платформу нужно будет запрыгнуть ещё одному любому игроку. Запрыгнув на кнопку, внимательно посмотрите, над какой из остальных трёх платформ висит баф с маячком и сообщите остальной команде. На названную платформу с бафом должен будет встать другой игрок. Таким образом, у нас на начальной платформе, на которой был рыцарь, стоит игрок обычный и невидимый. И на платформе, над которой появился маячок, стоит другой игрок. После этого невидимка увидит путь испарящих ступеней, последний из которых как раз позволит забрать баф. Ступени держатся до тех пор, пока на двух платформах, на первой и на последней, стоят игроки. Так что старайтесь не сходить с них, следите за снайперами, появляющимися в воздухе позади. После того, как невидимый игрок возьмёт баф, он просто спрыгивает и невидимкой вскоре становится случайный другой игрок. И весь процесс повторяется ещё дважды. Итого, вам нужно три раза допрыгнуть по невидимым ступеням. На третий раз баф нужно будет забрать, нажав клавишу действия, и спрыгнуть на защитный купол одной из ведьм. Первой вы должны снять щит с той, которая стреляет по игрокам. Все члены команды должны собраться на один из небольших выступов прямо под сестрой, как бы противоположной той, с которой снимают щит. Человек с бафом должен прыгнуть в пузырь к ведьме и, удерживая клавишу действия, украсть у неё щит. Это сделает всех, кто стоит внутри пузыря, неуязвимыми для внешнего урона. Теперь, просто стоя на карнизе, наносите урон. Если вы используете Галахорн, Божественность и легендарные ракетницы типа Забияки, ну или экзотные катушки, каждая из дочерей разваливается очень просто за одну фазу. Когда первая сестра будет убита, повторите этот процесс, чтобы убить вторую. После фазы урона оставайтесь в пузыре, который вы украли, пока босс низкостует свою ослепляющую атаку, которая может убить всю команду. Ориентируйтесь по таймеру. Она напоминает ту, что была на жреце войны. Нахождение в защитном пузыре сохранит вам жизнь. Вот, в общем-то, и всё. Это самый простой этап рейда. А вот дальше вас ждёт финальный босс. Тот самый Орикс. Не пропусти видео по его уничтожению, подпишись на канал, на страницу Бусти, если мой канал тебе полезен, и будем на связи.